Я думал, какой вот такой механизм наиболее универсальный с точки зрения того, как мы можем поводить рекогницировку того, что является действительным вопросом, который мы мыслим, мыслим целиком, да, со всей нашей этой. И ничего, кроме гештальта, у меня в голове не формируется. Значит, гештальт — это крайне самое несодержательное из понятий когнитивной психологии. Ну, несодержательное я все использовал в системно-поведенческой психотерапии, это динамический стереотип, доминанты, отношения-знакозначения, там и так далее. Но вот из когнитивной психологии, там, где обсуждается содержание, как универсальный механизм схватывания содержания, — это как раз понятие гештальта. Значит, что такое гештальт, как методологическая модель? Это отношение чего-то к чему-то, и до тех пор, пока есть отношение, есть существование. Как только у вас схлопывается фигура с фоном, друг други растворяются и так далее, ситуация завершается. Ну, классический эксперимент, который еще Курт Левин делал со своими студентами в ресторанах, — это подозвать официанта и поинтересоваться у него, что вот заказывали за столиком, который он уже убрал, и что заказали за столиком, где только начали выносить блюда. И математически значительно больше операций у официанта было со столиком, который он уже убрал. Он его и выносил, и спрашивал, как вам понравилось, и убирал с этого столика, и рассчитывал, получал их чаевые и так далее. У него куча, он должен был помнить. Но он не помнит, что оно им было, потому что там фигура с фоном схлопнулась, там ситуация завершилась, там больше нету отношения. Вот пока я накрываю на стол и жду чаевых, есть отношения, для меня все актуально, да, все вот дребезжит. Как только уже я понял, чаевых не будет, или получилось, сказал спасибо большое, уходите побыстрее, очень рады были вас видеть, у меня сразу это все дело, больше ничего не дребезжит, да, ситуация закончена. И вот если мы говорим про то, почему вообще в принципе мы думаем что-то, почему вот здесь что-то оказывается, то она оказывается по одной простой причине, что у нас где-то здесь есть х, а где-то здесь есть у, которые находятся в каком-то отношении. Ну, в методологии я это называю состояние озадаченности, да, значит, ну, это мы не в случае официанта, он тоже находится в озадаченности, но в случае там решения какой-нибудь сложной интеллектуальной задачи, когда вы факт-карту формируете, да, у вас есть вопрос, и это как бы х и у, которые создают полюса, почему этот вопрос вообще существует. И вы в промежутке между этими полюсами наполняете факт-карту содержанием, ожидая, что она у вас схлопнется. То есть тоже парадоксально, да, мы увеличиваем информационную нагрузку на проблему, ну, так, если рассуждать математически, да, она от этого у вас может схлопнуться. Вот. Значит, мы не знаем, что как и что варит правый мозг. Мы не знаем, что на самом деле происходит в заднем мозге. Мы точно не понимаем, что происходит в нашей лимбической системе. Но если у вас пошла интеллектуальная деятельность, есть фигура и фон. Х и Y. Есть какая-то незавершенная ситуация, которая вынуждает машину мышления крутиться. Собственно, у меня вся основная идея книги, которую я героически дописываю, несмотря ни на что, она состоит в том, что мыслительный процесс у нас происходит не потому, что кто-то мыслит, а потому что разнородные потоки информации об одном и том же неизбежно друг с другом конфликтуют. И вообще то, что у нас мыслительный процесс есть, и мы его даже слышим, иногда он так сильно есть, что мы его слышим в виде наших мыслей, потому что наши мысли — это просто слышание того, что происходит в этой все. Это результат того, что просто есть противодействие. Ну вот представьте, мы воспринимаем с вами некую ситуацию на уровне подкорки и карли. И в карли идет своя информация, она вошла, обменялась и так далее, и на уровне подкорки. По одному и тому же аспекту. Но очевидно, что крыса и я воспринимаемся в одну и ту же ситуацию по-разному. И дальше теперь происходит, есть связи, соответственно, которые идут от подкорковых структур наверх и от коры вниз. Соответственно, аксоны из подкорковых структур сообщают в кору, я вижу вот это, я крыса. А там говорят, а я человек, который звучит гордо, думаю вот это. И это просто потоки конфликтующей информации. Вы находитесь в одном месте, видите одно и то же, но одновременно видите по-разному, и они у вас начинают друг с другом разговаривать. Как только они договорятся и схлопнется гестальт, мышление окончится. Вы не будете про это думать? Правое и левое полушария. Я вижу что-то в левом полушарии. Одна и та же информация поступает и в левое, и в правое. Мы знаем, что обработка разная. Здесь это будет словесное, здесь это будет пространственное, здесь это будет формально-логическое, здесь это будет со всякими разными обертонами чувственными, там и так далее дополнительными. у меня одна и в мозолистом теле, значит, они же общаются, ну, они могут не общаться, вы не забейте детей. Вот ирония, да? Разрезали мозолистое тело, человек считает, что все в порядке. Вот, да. Но, к счастью, то есть мы не можем быть уверенными, что... Вот, я надеюсь, что мозолистое тело у вас есть. Вот, и, значит, соответственно, в правом полушарии оно идет сюда, а информация по акциональным связям с левым полушариями идет сюда, по акциональным связям, да, там сколько-то, 30 миллионов связей. И они вот это, два, и до тех пор, пока одну и ту же ситуацию я правополушарно и левополушарно или интерпретирую по-разному, у меня будет мысль. Как только они договорятся, там просто все, больше нету конфликта, я не слышу. Шум прикатился, все сложилось. Чего волновался? Что там было за столом? Значит, и таких у нас три. передний-задний мозгом, потому что у вас в префронтальной коре нету ничего оригинального. Все, что у вас есть в префронтальной коре, есть проекция образов, созданных в Амире, созданных у вас в задней коре, которую вы перекидываете наперед, а там вы с этим пытаетесь что-то разобраться и выкинуть обратно. Улавливаете, да? То есть вот у вас есть, вы видите ситуацию, у вас есть ее, какая-то рекогницировка, ну, условно, вы входите в бар и дальше решаете, на какой столик вы сядете, где удобнее, где менее шумно, там, и так далее. Это вы что делаете? Вы же можете это сделать в бессознательном состоянии, особенно в баре, если это не первый, и Рубинштейн подходит к концу, да? да, но вообще вы, что это все вы делаете задней корой, да, вот, выкидывайте вперед и анализируйте, пока она не остановится, ну, от алкоголя, как только она, вы все равно все это делаете, все равно находите место, столик и так далее, спрашивайте, где я был вчера? В каком месте было потеряно сознание? Ну, выключил префронталку, просто на заднем мозге профункционировало нормально, а что? Что, пьяные перестанут, перестают видеть? Нет, зрительный коробок продолжает работать, они перестают контролировать то, что они делают? Ну, это лом в голове, понимаете, можно алкогольный, можно металлический, привет Гейджу. Вот, да, значит, возвращаюсь я к мысли, да, ну, да, три места, три места, в которых сталкиваются потоки содержания и до тех пор, пока не сталкиваются, идет что-то, что мы называем интеллектуальным процессом. Просто основная идея книги «Мерсиномышление», что оно думается абсолютно без вашего, то есть, просто, если вы составите четыре-три как бы конструкции, которые будут говорить разные вещи про одно и то же, пока не договорятся, будет ощущение, что это мыслящая машина. как только она договорилась, ну, все, расчет окончен. «Мерсиномышления» –